Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, не забывайте ставить лайки, если вам понравилось это видео, распространяйте, делитесь. Сегодня, друзья, я хотел поделиться с вами моей страстью, наверное, моей любовью. Это книги. Книги, где бы я ни был, куда бы я ни ездил, а сейчас я много путешествую по России, в разных регионах бываю, на барраколке хожу, беру книги, смотрю старые книги по истории, еще какие-то. Вот видите, у меня на столе много разных книг. Щедровицкий лежит, потрясающая книга. Позже расскажу, наверное, стихи одной девочки, еще что-то, храм Божий. Приехал из Петербурга, уже месяц, наверное, прошел, и получил посылку тех книг, которые я купил в одном христианском магазине. И сегодня я хочу поделиться с вами этими книгами. Ну, а пока вы видите, сколько у меня всего, я вожу книги как пастор для наших пастырей. У нас несколько рукоположных пастырей в церкви, пресвитеры, много очень на лидерских позициях людей. И я хочу, чтобы люди читали. Читали много, читали хорошую литературу, христианскую, духовную. Но давайте посмотрим, что я привез. Ящик пришел, транспортная компания, и на себе сейчас носить ничего не надо, но часть я привез, и я расскажу вам сейчас об этих книгах. Так, давайте посмотрим. Я его еще не открывал, он только пришел. Транспортная компания прислала уже все. Я даже не знаю, с чего начать. Но давайте, наверное, с книг по церкви. Что у меня есть? Купил православную одну книгу. Тоже толкование на Святой Евангелие. Очень важно читать толкование разных людей, в разный период времени. И каждый смотрит как-то по-интересному со своей перспективы. Это толкование блаженный Феофилакт Болгарский. Ее купил. Купил страницы истории и культуры евреев Грузии. Тоже очень интересная, цветная. Почему я беру некоторые книги? Потому что издание идет, например, тиражом тысячи экземпляров. И я понимаю, что больше, они разойдутся очень быстро, их никто не купит. По армянской церкви всегда беру книги, где бы я ни был, захожу в армянские храмы. Почему? Потому что это древнейшая христианская церковь. 301 год. И особый взгляд. Очень интересно смотреть. Это святой Григорий Татеваци. Его нравоучение. Книгу купил. Взял книгу, которая называется «Шакаран. Богослужебные каноны. Песни». Специально взял и для нашего армянского служения, и просто для нашей группы прославления почитать на русском языке песни, псалмы богослужебные. Новый взгляд на историю Армении взял. Таинства и обряды армянской апостольской церкви. Тоже интересно понять, как живет апостольская церковь. Армяне и эсхатология в последних временах. Тоже интересно. Армянская церковь. Вот потрясающая книга. Архиепископ Арманян. Это не Чмиадзин, это второй. Как это сказать? Короче, очень хорошая книга. Два раза перечитывал. Два раза. По армянской церкви. История, учения, управления. Внутренний строй, литургия, литература. Настоящая церковь. По-моему, в начале 1900-х годов было написано. И вот сейчас начал читать толкование притчи Соломоновых. Тоже святой Григород Татевация. Очень интересно. Потому что, знаете, все мы по-своему понимаем. И даже и православие, и армянская церковь. Все видят все что-то по-своему. Что здесь я еще купил? Взял книгу с проповедями. Какой-то Макчейн. Источник спасения. Еще не читал, но просто взял. Вы знаете, однажды понял, вот читая книги первых реформаторов, читая их проповеди, которые они говорили для своих прихожан. Я даже однажды в церкви здесь, в нашей, в Калужской общине сказал, слушайте, однажды прочитаю вам проповедь, поймете или нет. Потому что такое впечатление, что сегодня наши пастыри настолько упростили язык проповеди. Настолько, как это сказать, уже настолько, я даже не знаю, упростили, это не то слово, неправильно. Какие тогда были проповеди? Нам все кажется, что древние века и там средневековье люди были глупые, необразованные, такие, такие, такие. Но, особенно пастырям хочу сказать, попробуйте, почитайте эти проповеди. Вы увидите, какая глубина, какая теология, какая подготовка. И люди слушали, значит, и понимали. Хорошо, следующие две книги по пятидесятническим церквям. Их очень мало, поэтому я беру. Было только два тома. Это Владимир Франчук, я был, лично познакомился с ним в Киеве в 2000-х годах, по-моему, или в конце 90-х на одной из конференций. Он очень много писал по Варанаевскому братству. Это, как я понял, изданы книги на Украине «Новые неба чужим не бывает», второй и третий том. Первого не нашел, но все равно решил купить. Две книги по истории Ивана Христиан-Баптиста в Украине-России, 1867-17 год, первый том. И второй том, 1917-1967 год. Тоже очень важно знать историю евангельских христиан здесь. Взял книгу «Библия для верующих и неверующих». Постоянно, вот стараюсь, советский, особенно начало советской власти, это Ярославский. Кто-то, может быть, помнит. Был такой, который возглавлял, так сказать, атеистическую всю эту бригаду в Советском Союзе. И тут вся книга, как издевка над Библией. Но очень интересно все равно читать и понимать, как атеисты смотрели на Библию и на все. Что здесь? Тоже Фред Смальчук, новая книга, из Америки в Сэр и обратно. Краткая история писяческого движения. Как начиналось среди славянских иммигрантов. Тоже думаю, такие книги не купишь часто. Они издаются вообще маленькими какими-то тиражами. Три, так, книга очень тоже, я нигде не находил, был в Беларуси много раз, Вячеслав Гончаренко, церковь в Коровнике. Может кто-то знает, мы знакомы, мы дружим с пастором Вячеславом. Это их история, история гонения на них, история противостояния, что было, как было. Вот он написал такую книгу, у меня ее не было. Так, несколько книг я купил Александр Шульга, кстати, у нас на канале вы можете найти, вклад протестантов в мировую историю, он у нас на канале представлен. Он написал несколько книг, две, одну я дал сейчас почитать, одна называется «Взгляд из церковного окна», вторая «Железо железо острит». Очень, это о характере книга. Ну, взял книгу, не знаю, мне интересно, руководство по аккредитации, Евроазиатской аккредитационной ассоциации, документы, потому что не всегда мы умеем правильно составлять документы, тут на русском, на английском языке. И вот попалось, взял Гоголя, Николай Васильевич Гоголь, «Размышления о божественной литургии». Гоголь был верующий человек, очень захотел взять, тем более история Гоголя с Калугой тесно связана. «Мертвые души» он писал по нам, по калужанам, он был знаком с губернатором и с его женой. Вот такие книги были, я вам представил. Вот сейчас самое интересное, я открою эту коробку, книги пришли, я не открывал, очень хотелось как-то сделать это все. Много тоже книг, друзья, издаются сейчас и на Украине, и в Белоруссии, и в Казахстане, там, Молдова. То, что до нас не доходит. А история церкви, толкования, еще что-то, знаете, давайте посмотрим, что же здесь я привез. Я не знаю, я, наверное, сейчас, вот посмотрите, вот книги уже с Кальвина, да, вы увидели. Я сейчас положу сюда, на кресло себе, и, наверное, буду делиться с вами книгами. Сейчас буду доставать их понемножечку. Что я привез? Вот такое издание Жан Кальвина. Не на все послания были, не все удалось купить. Ефесянам филиппийцам, Каринфинам. Что еще? Это другое издание, или это же, я не понимаю. Где-то Белоруссия издает, да, это том первый, полностью все книги, толкования Кальвина. Вот взял книги по истории, истории христианской церкви. Это Филипф Шаф. Я взял все тома. Вот, у нас есть специальная комната, где пастыри могут готовиться к богослужению, читать, смотреть. Я всегда поощряю, говорю, ребят, смотрите, читайте, разные толкования, что было. Вот история церкви Шафа. Так, это сюда тогда, хорошо. Что здесь? Взял вот такие Мэтью Генри. Тоже, по-моему, не все книги были, но сколько было. Поймите, что лучше брать то, что есть, и потом искать того, чего нет. Толкование книг Ветхого Завета, да. Исаия Еремея, Псалмы, Иисус Навинру в первой книге Царств. Да, наверное, его больше нет. Вот, и вот еще какие-то книги. Да, это Кальвин, опять, это вот из этой серии. По-моему, Беларусь издавала, да, Минск. Минск издавала в России, наверное. Я не знаю, где купить такие книги Кальвина. Я думаю, что это вот было полное его, по крайней мере, новозаветные были. Да, еще несколько. Что еще я купил? О, нашел тоже книгу. Это по истории церкви. Это Иван Чуриков, Трезвенники. Тоже книга, напечатанная в Петербурге. В Петербурге столько издателей, столько потрясающих. Издают некоторые книги, одно издательство, по-моему, вот это вот, они издают по 50 экземпляров всего лишь. Я не могу поверить, что такие хорошие и не очень дорогие книги. История анабаптизма. Тоже, знаете, я люблю историю церкви, читать, изучать, как что возникало, в чем были проблемы. Так, «Великие люди о вере» тоже вот такую книгу издали самых известных людей, разные периоды нашей истории, что писали, начиная от Пушкина и не только нашей, но и западной. Вот книга «Хочу. Протестанты в России и Татарстане». Написали ее несколько человек. Я знаю только одного. Я знаю Анатолия Пагасия. Да, я давно не был, но сейчас буду вот в Татарии. Ну и в заключении три книги. Хотел представить вам, много не расскажу о них. Это «Старообрядцы издают». Вообще, древние книги очень интересные. Тут «Монастыри», «Патриарх Никон», его домовая книга. И «Корнелия де Бруина. Путешествие через Москву». Интересные книги. Очень много вы видите по истории церкви. Друзья, покупайте. Видите, как богато я приехал домой, сколько книг привез, сколько всего предстоит прочитать и мне, и другим. Будьте благословением для других.